Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я рада вас приветствовать на бесплатном семинаре, посвященном курсу такого, как JavaScript. Собственно, язык программирования JavaScript – это один из самых начинающих, начальных языков программирования, особенно касаемо фронт разработки и вообще веба в целом. На JavaScript написано и фронт формата клиентской части сайта, и также можно писать серверную часть бэк в реалиях Node.js. Соответственно, мы с вами сегодня только начнем знакомиться с языком JavaScript и посмотрим, что с помощью него можно классненького сделать. А именно попробуем сделать обычный кредитный калькулятор. Кредитный калькулятор, я думаю, много людей, у которых есть какие-то кредиты, они не знают, ой, а что же я сегодня должен посчитать, а сколько же мне осталось платить и так далее. Собственно, с помощью этой вещи вы сможете без проблем и плюс для ваших клиентов дополнительно сделать интересные штучки. Расскажу немножко о нашем учебном центре. Учебный центр «Специалист» на рынке уже более 27 лет. Скоро уже будет 28 лет. За это время специалист выпустил более миллиона выпускников, включая зарубежные страны и отечественные крупные корпорации, компании. У нас много корпоративных клиентов и выезжаем на Дальний Восток, в Санкт-Петербург и так далее. В зависимости от требований, в зависимости от желаний, что нужно преподать. Также в учебном центре «Специалист» у нас проводится очень много курсов, более 80 учебных классов в 4-5 учебных комплексах и 250 преподавателей, экспертов по разным направлениям. От веб-дизайна до суровой разработки на Java, C и так далее. Также эксперты в области маркетинга, психологии, бухгалтерии и так далее. То есть много-много курсов можете найти для себя. Расскажу немножечко о себе. Меня зовут Сурначева Александра Дмитриевна. В настоящий момент занимаюсь фронт-разработкой и параллельно еще преподаю в учебном центре «Специалист». Фронт-разработкой занимаюсь достаточно давно и сейчас взаимодействую с транспортной системой и делаем фронт-интерфейсы для GIS-систем. Это наложение наших данных, проектов, маршрутов на карты, такие как Яндекс, Гугл. Но мы работаем чуть-чуть более другими картами, они больше дают возможности с ними взаимодействовать и делать какие-то классные вещи. Яндекс – это какая-то собственная инфраструктура и то, что делается на базе Яндекса, это, конечно, классно, но не совсем всегда подходит нашим проектировщикам. Поэтому вот такие интересные вещи можно сделать на фронт-же и используя из их программирования JavaScript. В учебном центре «Специалист» преподаю я курсы по веб-разработке, соответственно, это HTML и CSS, и также в JavaScript язык программирования. Вы можете записаться ко мне на любой курс, как захотите. Можно найти расписание как раз в поисках меня на сайте «Специалист» и посмотреть, какие ближайшие курсы сейчас будут. Ну и перейдем, собственно, к направлению веб-программирования. По направлению веб-программирования у нас есть курсы касаемо HTML, CSS, JavaScript, огромные-огромные ветки разветвлений. Обратите внимание, хочешь быть просто программистом или хочешь быть даже дизайнером, а может быть SEO-шником и так далее. Есть курсы пассивные с системами, такие как WordPress, Drupal, 1S, Bittrex, которые тоже часто востребованы, особенно крупными организациями. Это все есть в учебном центре «Специалист». Ну, пойдем уже перейдем к языку JavaScript и посмотрим, что нам нужно для того, чтобы создать наш запланированный кредитный калькулятор. Для этого в инструментах нам потребуется, в принципе, только одно – это текстовый редактор. Текстовый редактор можно использовать абсолютно любой, хоть блокнот. Я буду использовать текстовый редактор Sublime Text 3. Ниже приведена ссылка, по которой можно быстро и легко скачать этот текстовый редактор. Почему Sublime Text 3? Дело в том, что часто мы работаем на абсолютно разных системах. На работе это, допустим, Linux, дома это MacOS, в ресторане это Windows и так далее. То есть разные места, разные системы, и надо быть доступным всегда и везде. Для этих целей подойдет текстовый редактор, который емкий, быстро и легко устанавливается, не засоряя систему. Еще плюс дополнительно обеспечивает поддержку в любой операционной системе, будь это Windows, либо Unix-система. Sublime Text 3 также еще очень быстро устанавливается и не является платным. То есть его можно, в принципе, оплатить. Это достаточно недорого, но никаких дополнительных бонусов нам это не принесет. Поэтому Sublime Text, в принципе, бесплатный, и его можно спокойно использовать в разработке и в конкретной разработке. Собственно, для того, чтобы создать наш кредитный кальпулятор, нам сначала нужно получить первоначальные параметры. Когда мы идем в банк за деньгами, что у нас обычно происходит? Мы говорим, хочу такую-то сумму, например, на квартиру. И банк говорит, так, мы можем вам дать эту сумму на определенное количество месяцев или лет, и под какой-то определенный процент. Собственно, давайте разыграем эту ситуацию. Для этого я открою текстовый редактор и буду в нем писать. Нам потребуется новый файл. Собственно, я сейчас буду здесь как раз-таки писать код. Мне для этого понадобится файл. Чтобы запускать код, я буду запускать его из HTML файла, а писать буду код в JavaScript файл. Сохраняем HTML файл. Можно работать и в одном файле. И запускаем скрипт. Скрипт какой-нибудь. Например, calc.js. Возьмем этот файл, назовем его так. Чтобы понять, что это, код, кредитный калькулятор, так и подпишем. Собственно, мы озаглавили наш файл, чему он будет посвящен, и внутри него будем запускать как раз-таки JavaScript файл. Чтобы моя кириллица хорошо поддерживалась во всех языках, я дополнительно проверю мета-теги. Но мы же сюда пришли не за HTML, а за JavaScript. Поэтому сейчас у меня добавится файл, файл.js, с которым я и буду сделать магию. Ну и поехали. Собственно, первым делом мне нужно будет записать значение о сумме кредита, который я собираюсь, планирую взять, о количестве месяцев, которые мне дают на этот кредит, и о процентной ставке. Запишем это в качестве какой-то перемены, которую можно будет в любой момент изменить, если будет другая новая сумма и другой процентный ставка. Так, ну давайте. То есть у меня есть сумма. Какая мне нужна сумма? И запишем, что, допустим, сумма, которую я возьму в кредит, будет в 1000 условных единиц. Мне не надо писать, какие конкретные единицы, это уже лирика. Мы будем рассчитывать именно числовые форматы и с ними работать. Период, на который я беру сумму взайл, так сказать. Период. Какой у нас может быть период? Я думаю, вряд ли мне на 5 лет нужна такая сумма, если это условные единицы не отличаются от рублей. Но, допустим, возьмем на период 12 месяцев. Период все-таки указываем в месяц непосредственно. И следующее, что мне надо сделать, последнее, это создать, например, процентная ставка. То есть рейд. Рейд – это у нас ставочка. И давайте подумаем, какая у нас может быть процентная ставка в среднем по кредиту. 10 процентов. Ой, ну это ипотека. На 1000 рублей, я думаю, там, да все 29, нет? Допустим, 22 процента. Или как любят делать банки, 22,9. Напишем, давайте, вещественное число с плавающей точкой. 22,9 – это наш процент, достаточно высокий, но, видимо, сумма слишком большая. И банк пытается себя обезопасить, не доверяет нам. И вот у нас есть данные, и теперь по ним мы будем рассчитывать кредит. Но тут возникает разногласие. Какой кредит нам обычно дают в банке? И тут у нас кредиты делятся на два типа. Это аннуитетный кредит. И какой еще есть кредит? Ну хорошо, не буду вас томить. Дифференцированный, конечно же. И дифференцированный. Так, дифференцированный. И нам, соответственно, нужно знать, какой конкретный кредит нам выдает банк. Чаще всего, в большинстве случаев, по умолчанию, это бывает аннуитетный кредит. Давайте-ка начнем с него. Аннуитетный кредит у нас состоит из формулы, когда каждая сумма, количество месяцев у нас всегда единая. То есть мы высчитываем, грубо говоря, годовой процент этой суммы, делим на 12, и каждый период, то есть все 12 месяцев, мы платим одну и ту же общую сумму. Соответственно, у нас, получается, есть такое понятие, как, ну, допустим, аннуитетный, сумма аннуитетного платежа, то есть платежа за каждый период. Изначально она равна нулю, и ее нам как раз-таки предстоит посчитать. Ну, что такое сумма аннуитетного платежа? Если в лирике вкратце просмотреть, то у нас сумма ежемесячного нашего платежа состоит из таких вот данных, немножко преобразованных, это наш стартовый сумму, сумму, которую мы взяли, то есть изначальная сумма, умноженная на какой-то период, причем умноженная на ежемесячную процентную ставку и деленная на, вот то, что у нас идет по дробью, это прям огромная-огромная вещь. Так мы ее сгруппируем. На самом деле, в принципе, собственно, и деленная на какую-то другую форму. Что это за форма? 1 минус 1, деленная на вот такая вот штука, 1 плюс наша ежемесячная процентная ставка. Вот она. И вот здесь вот эта самая формула, вот так вот напишу, прям крышечку поставлю. Крышечка – это в степени. В степени нашего периода, то есть период кредит. Вот такая вот сложная вещь, очень сложная формула. Она разбирается во многих туториалах по начислению анонитетного платежа, но мы сейчас с ней будем как раз-таки разбираться. Давайте-ка вот из этой вот всей суеты мы выделим какие-то конкретные части. Во-первых, у нас есть часть 1 плюс ежемесячная процентная ставка в степени период кредита. Ежемесячная процентная ставка у нас не посчитана. У нас какая процентная ставка? 22,9. Это какая? Годовой. Соответственно, нам надо как-то сделать ежемесячную. Задам переменную. Вот здесь же это там, где мы считаем анонитетный платеж. Let's, month, rate. А как у нас посчитать можно месячную ставку? Мы знаем, что у нас есть годовая в году 12 месяцев. Соответственно, это будет наш rate, деленное на тот период, который мы указали. То есть наша процентная ставка, ну, на самом деле, деленная на 12, а не на период. Это просто у нас период совпал. Деленная на 12. Вот она ежемесячная. Хорошо. Идем дальше. Собственно, следующее, что нам надо сделать, это посчитать... Ну, давайте посчитаем вот это вот изначальное умножение, то, что у нас идет до деливания. Сумма, умноженная на ежемесячную процентную ставку. Пусть это будет верхушка, допустим. Let's top. Верхняя часть нашего платежа. Это у нас переменная сумма, умноженная на ежемесячную процентную ставку. То есть month rate. Так, и нам осталось посчитать нижнюю часть. Let bottom. Потом просто поделить вверх на низ. Что такое bottom? В данном случае это остальная часть. 1 минус 1, деленная на О. Вот эта вот штука самая классная. Что нам надо сделать? Нам надо к ежемесячной процентной ставке нашей month rate прибавить единичку. Соответственно, мы берем month rate плюс единичка. Ну или один плюс. В принципе, сумма от переменной местолагаемых, сумма не меняется. Но у нас самое главное здесь это возвести в степень период кредита, то есть в степени нашего периода. Как это сделать? У JavaScript для этого есть специальная функция, называется она months. Математическая функция, months.paw, которая позволяет мне возвести одно число в степень другого. В первом случае будет число, которое я возвожу в степень. Второе, после запятой, будет наш период, на который нам выдается кредит. И в итоге мы получаем вот эту часть, которая в круглых скобочках. Ее мы получили. Отлично. Теперь нам надо этот масс. Ага, вот он. Один поделить на этот масс. То есть один делить на масс.paw. Это вторая круглая скобочка. И третья круглая скобочка, вот эта самая основная, это один минус. То есть нам надо отправить все это вообще в делитель, сгруппировать. Один минус деление. Да, деление произойдет первое. В принципе, скобочки, группировки здесь не нужны. Но на всякий случай для постраховки мало ли что произойдет. Один минус один и делить на масс.paw. Отлично. Собственно, получили какую-то нижнюю часть. Но давайте посмотрим, что у нас сверху, что снизу. И, возможно, нам что-то придется уже чуть-чуть преобразовать. Для того, чтобы увидеть, как работает наш код, нам достаточно вывести его в консоли нашего браузера. Консоль лог, топ и боттл. Верхняя и нижняя часть нашего аннуитетного платежа. Посмотрим, правильно ли там идут числа, суммы. Здесь сумма должна быть достаточно большая. Сумма, умноженная на месячную процентную ставку. Ну, кстати, она меньше будет. Рейд 22,9 деленная на 12 будет значительно меньше. И плюс все это деленное на вот это вот полотно баттл. Чтобы нам посмотреть в консоли, как выполняется наш код, нам нужно запустить из HTML файла. Вот он наш кредитный калькулятор. Открывается наш браузер. И клавишей F12 мы можем зайти в консоль и посмотреть. Так, у нас что-то не так произошло. Ну, а идентификатор топ уже был объявлен. И, соответственно, моя программа ругается. Посмотрим, в каком месте. Что ей не нравится. Так, ну, возможно... Давайте-ка преобразуем. Парт. Топ парт и боттм парт. Вряд ли JavaScript считает, что... Да, отлично. Вряд ли JavaScript считает, что у нас все плохо. Но вдруг он захотел это использовать в качестве зарезервированных слов. О, отлично. И мы получили то, что я хотела. Что мы получили? Мы получили сумму. Вот эта сумма делится на эту сумму. И она будет значительно меньше. Но обратите внимание, что у нас здесь вот такая вот ситуация нехорошая образовалась. Очень нехорошая. Чтобы эту ситуацию прекратить, нам нужно убрать два значения после запятой. Запятой. То есть оставить два значения и все остальное убрать. У нас же копейки не считаются в таком суперском формате. Поэтому нам надо достаточно сделать следующее. То, что мы посчитали. Дополнительно задать ему такую страшную штуку. Называется она toFixit. Это метод, который применим к нашим числам, чтобы изменить его значение после запятой до двух. Метод возвращает нам строку. Со строкой неудобно работать. Поэтому дополнительно поставим плюсик. Что говорит о том, преобразуя строку в число. Аналогично сделаем со предыдущим товарищем, точнее следующим. И тем же самым образом я применю ему метод toFixit до двух значений после запятой. Зафиксируйся. После этого при обновлении, обратите внимание, у меня методы будет число, и оно обновится, округлится. Если было 0,9, оно округлится до 1. Так, но тут вот возникает ситуация такая не очень хорошая. Почему у нас вернулся в батом единицы? Все ли мы правильно посчитали? Ага, а вот почему. Потому что у нас процентная ставка считается абсолютно верной. Не в единицах, а в сотых долях. Соответственно, 0,229. Вот. Отлично. То есть мы не можем сказать, умножая на проценты. Мы можем сказать, умножая на 0,229. Вот теперь. Отлично. И вот она, моя ставочка 0,2. И вот он, мой топ. Супер. И теперь мне осталось только поделить их друг на друга, чтобы получить размер аннуитетного ежемесячного платежа. Соответственно, анн. Это у нас топ парт. Верхняя часть, деленная на батом парт. Нижнюю часть. И теперь, если мы выведем к концу лоб А, в некоторых случаях у нас, опять-таки, получится большое количество символов после запятой. У банка все считается в копейках, а не в сотых долях копеек. И поэтому нам, опять-таки, нужно это все преобразовать в 2Fixit. Плюс 2Fixit. И 2. Так, и в конце лоб уже выведем наш аннуитетный платеж. Это месячная ставка. О, 95,4. Подходит. То есть каждый месяц мы будем платить 95,4. И в итоге, если мы говорим про 12 месяцев, мы оплатим какую-то сумму. С аннуитетным платежом, в принципе, все понятно. У нас есть какая-то процентная ставка, она не меняется. У нас есть сумма ежемесячная, она тоже не меняется. И, в принципе, все. А вот с дифференцированным кредитом все значительно интересно. Теперь посчитаем, дифференцированный кредит его дает нечасто. Что это за такой вид кредита? Когда нам выдают сумму, а потом процент от этой суммы уменьшается по мере истечения уменьшения суммы оставшегося долга. То есть у меня процент уменьшается каждый период, сумму я плачу все меньше и меньше. Сначала много, потом мало. В аннуитетном у меня все равными долями платится, и очень все классно. Собственно, для того, чтобы мне посчитать мою дифференцированную сумму, для этого мне потребуется сделать цикл. Но сначала, собственно, давайте введем переменную дифф, которая будет нам эту сумму считать. Как аннуитетное, только дифференцированное. То есть каждый раз дифференцированная сумма будет у нас увеличена. И дифференцированная платеж у нас исходит из-за разряда, что каждый раз у нас меняется сумма, и каждый раз у нас меняется процент по этой сумме. То есть проценты мы будем тоже изменять. И для дифференцированного платежа характерна такая понятия, как основная ставка в этом месяце. Основная ставка и оставшаяся ставка. Оставшаяся сумма платежа. То есть если мы говорим про оставшуюся сумму платежа, допустим, пусть это будет remain, remain sum. Вот так вот я назовем. Чему изначально у нас равна оставшаяся сумма платежа? Первый период, когда мы еще ничего не платили. Сумма. То есть у нас оставшаяся сумма, она будет увеличить, уменьшаться по мере того, как мы будем ее суммировать. Но изначально она равна сумме того платежа, которому у нас пришел, которому получили кредит. И, соответственно, основной долг. Сумма. Тут почему-то без лет. Конечно, мы ее объявим. И у нас еще будет такое понятие, как основной долг. Долг в переводе с английского D. Собственно, который у нас равен сумме изначальной, деленная на период, который у нас будет. То есть период. Эта формула более простая, но, тем не менее, и она более такая, интересная. Сумма делена на период. Вот так. Мейнде. И далее, каждый раз, когда у нас происходит платеж, мы уменьшаем ремейн сумму. У нас меняется мейндец. У нас меняется вот эта вот дифференцируемая сумма и проценты по ней. Соответственно, так. Все. Соответственно, нам надо пройти циклом каждый наш платеж. Возьмем переменную i и пройдемся. У нас цикл будет от первого месяца, в нашем случае нулевого, до нашего окончания периода, то есть в течение 12 раз. Мы будем считать наш платеж. Ну и чтобы увидеть, что у нас там сейчас, давайте-ка, что сделаем. Концой лог выведем сначала, что у нас идет основной долг. Долг. И наша первоначальная сумма ремейндец. Ремейн сумма. Вот эта вот. То есть сумма основного долга. Каждый раз у нас сумма ремейн будет уменьшаться с каждым циклом. Все меньше и меньше. На что уменьшаться, мы сейчас посчитаем. Собственно, нам надо посчитать изначально проценты. Проценты у нас делятся из вот этой вот суммы нашей ставки, деленной на 12 месяцев. Кстати, есть у нас уже маунтсрейт для этого переменная. Она нам тоже пригодится. То есть у нас персенс за этот период проценты будут считаться из ремейнсума. Умноженные на наши маунтсрейт. Вот таким вот образом у нас получился процент на текущий период. Идем дальше. Мы можем сразу вывести в конце влог проценты. Что у нас там проценты на текущий месяц? Отлично, идем дальше. Следующим моментом нам надо нашу вот эту сумму изменять. Изменять на значение основного долга. Основной долг у нас не меняется из месяца в месяц. А с учетом процентов у нас получается уменьшается сумма. Ремейнсума. Вычитается. То есть уменьшается на наш маунтсрейт. И финальная сумма. Вот она, ДИФ. Исходит из того, что платеж за этот месяц у нас состоит из процента. Плюс нашей маунтсрейт. Вот это вот. Сумма периода плюс проценты. Поэтому уменьшается. Проценты и плюс маунтсрейт. Каждый раз уменьшаются проценты. И каждый раз из-за этого уменьшается сумма остатков. Все. И теперь можно, в принципе, вывести... Так, что можно вывести? Основной долг, допустим. Основной долг, проценты, общий долг. Так. Лучше все-таки на английском. Основной долг. Это у нас наш маунтсрейт. Она с ней меняется. И вывести в консоль в конечном итоге сумму ежемесячного платежа. Это у нас... Это у нас будет дипс, наш любимый. О! Классно. И теперь мы должны в консоли видеть, что за каждый период, то есть 12 раз, проценты плюс основной долг дадут нам ежемесячный платеж. Смотрим. Так, все отлично. Вот у нас изначально долг, процент, основной долг. Но это что-то тут пестрит количество каких-то огромных символов. Собственно, надо этот момент пофиксить. Что у нас есть? Во-первых, у нас сами по себе проценты являются достаточно маленьким числом. Его можно таким же образом, то фиксит, тоже зафиксировать. Обратите внимание, что каждый раз я использую плюс перед методом туфикси для того, чтобы моя строка, вернувшаяся с помощью туфикси, преобразовалась обратно в число. Унарный оператор плюс позволяет нам таким образом вернуть type number. Аналогичная ситуация творится с remain sum. Она тоже у нас может из-за процентов каждый раз уменьшаться. Поэтому ее я тоже делаю в туфикси 2. Так, main day может измениваться. Мы не будем это проверять. И дифференцируемый платеж тоже, в принципе, из этого у нас нормально. Main day тоже. Его тоже мы пофиксим. При обновлении, в принципе, мы должны увидеть, ага, человекоподобные цифры, но вот у нас остался долг основной. Его надо тоже изменить. Main day. Так, очень странно. Проверяем еще раз. Долг. А долг у нас складывается, наверное, из-за... А, вот он, ремейн суммы. Изначальная сумма, он постоянно уменьшается. Тогда можно сделать еще проще. Нужно просто взять и изменить измененную ремейн сумму. Вот таким вот образом. Ремейн сумма здесь, то есть она, вот так вот, будет равна себе, но уже пофиксим. Вот таким вот описом. А вот в конце сделать. Ну и тогда, в принципе, нам здесь вот уже без наоборот. Раз она у нас такая. И вот, пожалуйста, удобно читаем и нормальные числа. Ну, осталось только это все теперь преобразовать так, чтобы это было удобно и нормально. Допустим, вывести вот этот платеж, состоящий из 12 периодов, в табличку. Для этого нам нужно создать таблицу. Так. Что у меня здесь в индексе есть? Есть у меня здесь какой-нибудь блок. Назовем его класс. Даже можно использовать саму таблицу. Блок с классом table. Как это ни казалось бы странно. И внутри этого блока мы будем создавать таблицу и выводить ее, если нам нужно будет увидеть наш дифференцируемый платеж. Собственно, теперь, во-первых, нам нужно дополнительно получить нашу таблицу из дома. So, let table document getElementById. GetElement. Document querySelection. И мы получаем элемент с классом table. Обратите внимание, это класс. Идем дальше. Дальше, соответственно, нам надо в эту таблицу как-то записать данные. Возьмем строковое представление, которое содержит в себе как раз-таки теги с таблицами, то есть открывающийся тег, закрывающийся тег. И в дальнейшем мы будем увеличивать, там, что-то пошло не так, что-то пошло не так, TRTD. Увеличивать от TRTD table. Каждый период у нас отдельная строка. Каждый вариант у нас отдельная ячейка. Соответственно, нам в таблицу нужно сделать сразу шапочку, которую мы будем дополнять. Что у нас идет первое в шапочке? Долг. Д. Лучше TH, наверное, tablehead. TH. И здесь у нас используется первое таблиц. Второй трибл-хэд внутри этой строки у нас будет использовать. Ну, наверное, основной долг возьмем. Нам не сильно важно, в каком порядке они идут. Третий заголовочек у нас будет проценты. И четвертый заголовочек у нас ежемесячный платеж, соответственно. Отлично. Собственно, это у нас получилась строка с заголовком. А теперь мы перейдем уже непосредственно к строкам, которые хранят в себе наши данные. Строка с заголовком готова. Ее можно закрыть. И в каждой итерации у нас будет появляться новая строка с какими-то ячейками. Соответственно, в первой итерации у меня строка. Так, плюс равно, мы добавляем туда нашу ячейку TR. Естественно, строковое представление. TR, которая открывает строку. Дальше у нас идет основной долг. Remain сумма. Соответственно, мы сразу можем сюда написать эти данные. Remain сумма. Она у нас известна на начале. Перенесем немножко синтексис в знаки апострофа, чтобы удобно было работать с переменой. Есть у меня еще раз строка. И открывается tablehead. ТАЖ. ТАЖ. Там же может закрыться. Внутри него мы вставляем данные из переменной. Это наш Remain сумма. Она идет с... Далее. Далее. Следующим шагом нам надо поставить основной долг. Он у нас тоже известен. Всегда один и тот же. Это MainD. Аналогичным образом. Та же. Только не TH, а THD. У нас ячейки уже используются. Аналогичным образом я вставляю ячейку. И туда встраивается у нас наш MainD. Наш MainD. Который тоже нам известен. Следующее. То есть нам уже не нужен вот этот консоль. Потом мы считаем проценты. И следующая итерация у нас в строку встраивается знание о процентах. То есть строка. Плюс равно. Знание о наших процентах. То есть ячейка TD. Также в апострофах. Открывающиеся и закрывающиеся теги TD. И сюда мы вставляем уже процент. В качестве переменной. Наши процентики. Эта консолька нам тоже не нужна. Ну и последнее, что мы передаем в эту строку. Так. RemainSumma. RemainSumma. И она нам нужна будет для следующей операции. А мы передаем последнее. А мы передаем последнее в строку DIF, получившуюся аналогичным образом. Строка плюс равно. Ячейка с основным долгом на текущий период платежа. А это DIF. Дифференцируемый платеж. Супер. И теперь мы закрываем строку и повторяем это. Еще столько раз, сколько нам будет надо. Тейл. После того, как мы повторили весь цикл в самом конце, после этого нам будет достаточно закрыть таблицу. Дом, то есть строка, плюс равно, закрывающийся тейк-тейм. С одной стороны, мы могли бы, конечно, работать с домом, но JavaScript уровень 1 не подразумевает работу с такими сложными объемами данных. И там мы стараемся с тривиальными типами, с самыми простыми способами решить все вещи. При этом постигаем и изучаем наш JavaScript с самого-самого начала. Собственно, в самом последнем моменте нам надо в наш тейл добавить эту строку. Table.inner.html. Вот как называется этот замечательный метод, наша строка. Ну и если у нас все получилось правильно, а я ошибок в коде пока не наблюдаю, то мы должны вывести. Отлично. Table. Так, отлично. Вот она. Самая последняя строка и была ошибка в коде. Вот. Соответственно, inner.html равно строка. Это ни в коем случае не функция. И обратите внимание, вот она моя табличка. То есть мне можно как-то варьировать, например, написать долг, не просто долг, а какой это у нас долг. Каждый раз разный. То есть оставший, остаток долга. Долг на начало, вот, на начало платежного. На начало перед. Как-то так напишем, чтобы у нас ячейки не сдвигались. И обратите внимание, основной долг у меня всегда один. Сумма уменьшается, но при этом ежемесячный платеж уменьшается в зависимости от суммы. Здесь мы выводим аннуитетный наш ежемесячный платеж. Здесь мы выводим дифференцированный. Но давайте-ка теперь, да, я могу вам еще дополнительно здесь caption поставить. Заголовок, чтобы пользователь видел, куда что выводится. Кэпшен. Открывающийся, закрывающийся. Take caption. И так, здесь у нас кто был? Дифференцированный кредит. Дифференцированный. Это в таблице мы вставляем. А для нашего аннуитетного кредита, аннуитетный, мы в консолу выведем строку аннуитетный. Платеж. Платеж. Ежемесячный вот так. Чтобы было понятно, что в принципе циклы мы можем каждый раз тоже выводить остаток долга, всю табличечку. Но в принципе нам это не надо. Мы на дифференцированном кредите посмотрели, как это классно выглядит. Так, и соответственно, вот сейчас аннуитетный, ежемесячный платеж, пробел потерялся, а может быть, да, потерялся. И дифференцированный кредит тоже у нас все выводится. Где тут у нас пробел потерялся? Надо его найти. Вот здесь. Супер. Ну а теперь самое классное. Самое классное, что мы можем сделать, это сказать, а введите-ка. Да, при этом процентную ставку от банка мы уж так и быть оставим, пусть будет такой супер-хардкорный банк. А сумму платежа мы попросим ввести пользователя. И появляется у меня метод prompt, который тоже возвращается в строку, поэтому я дополнительно еще делаю плюсик перед ним. Метод prompt, который говорит, введите желаемую сумму кредита. Кредита. При этом можно еще поставить значение по умолчанию, например, банк подразумевает, что, ну, в отцатке вам будет достаточно число. Никаких пробелов в числе, естественно, быть не должно, код сразу не перестанет работать. Здесь аналогичная ситуация, то есть, про, но мы воспользуемся случаем и скажем, что пользователь может ввести количество месяцев, да, то есть, не сколько лет, да, или просто желаемый период, да, именно количество месяцев, уточним его. Введите на сколько месяцев оформлять заявку. Ну, как-то так. И по умолчанию у нас в банке все, конечно, говорят, что 60 месяцев, но мы оставим 12. И если мы все сделали правильно, а мы все сделали правильно, ну, по крайней мере, по формулам, которые предоставляют банки, то тогда мы можем ввести желаемую сумму. Какую сумму возьмем? Сколько возьмем? На квартиру, на машину? Миллион. Миллион, отлично. Я беру миллион. Тут главное не запутаться в нуля. Еще три нуля. Так, на сколько месяцев берем миллион? Кредит. Кредит, да, у меня каждый платеж составляет в районе 28 тысяч, но при этом изначально я плачу очень много, а потом плачу, в принципе, нормально жить можно. А нуитетный платеж измесячный у меня всегда составит 38 с хвостиком тысяч, ну, скорее 39, и вот такие вот ситуации. Что-то у нас тут ежемесячный платеж балуется, а тут есть такая фишка от JavaScript. У нас вроде бы все хорошо, все здорово, мы суммируем вот это число и вот это число, и у нас получается вот это число. Представьте себе это так. Когда мы говорим о JavaScript, то подразумевается тот факт, что он у нас работает, так же, как все языки программирования, в двоичной системе счисления. Он отлично воспринимает такие числа, как делить на 2, делить на 8, делить на 4, делить на 16. Да, мы не воспринимаем, а он отлично это все делает, посчитывается на колоссальной точностью. Но когда мы просим JavaScript поделить на 10, 1 на 10, 3 на 10, мы подразумеваем 0.3, он подразумевает в каких-то случаях 0.3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Потому что он не может сделать такой четкой точности в расчетах. Именно поэтому у нас появилось это 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Собственно, JavaScript, да. Что касается точности математических расчетов, они достаточно точны для того, чтобы проводить такие операции. Что касается сравнений, если мы, например, сравним такие влучения, как 0, 1 плюс 0, 2 или там 0, 3 минус 0, 1, они у нас будут неравны. Потому что там где-то будет 0, 0, 0, 0, 0, 1 в каком-то из этих чисел. Поэтому вот такая вот смешная штука наш JavaScript. Собственно, на этом наш кредитный калькулятор заканчивается, да. И еще раз расскажу про курс JavaScript уровень 1, которому, собственно, и посвящен данный семинар. На курсе JavaScript уровень 1 мы рассматриваем самые-самые основы веб-программирования. Более того, эти основы, они работают и для любых языков, объектно-ориентированных языков программирования, таких как C++, какие-то начальные навыки Java, PHP. То есть все связано, в принципе, воедино одним логическим форматом. JavaScript от них, да, немножко отличается. Он не компилируется, это интерпретируемый язык. Но тем не менее, что мы смотрим на нашем курсе? Изначально самая основа, собственно, то, что мы сегодня смотрели. Что такое переменные, что такое типы данных, что есть строка, что есть число, как оно работает, как они взаимодействуют друг с другом. Какие-то простые математические формулы. Управляющие конструкции, какие-то условные выражения функции. Что такое функции и вообще с чем ее едят. А вот дальше, где-то в середине курса, у нас пойдут небольшие ответвления от стандартных языков программирования, которые могут нормальным программистам чуть-чуть поломать схему мышления. Что такое объектные типы и как вообще происходят конструкторы, объектно-ориентированное программирование в JavaScript, а именно прототипирование. Это очень большая головная боль для разработчиков, которые работают с другими объектно-ориентированными языками. Они здесь очень сильно расходятся. Но я расскажу, как с этим бороться, как подружиться с JavaScript. Ну и дополнительная информация такая, как, например, что такое регулярное выражение или как мы работаем с дата-данными, то есть с нашими временными рамочками. И это все как раз-таки мы проходим на курсе JavaScript уровень 1. По окончании курса вы получите документы. Это свидетельство центра специалиста. Может быть, выдано свидетельство международного образца. А также, если у вас есть диплом о профессиональном образовании, о высшем образовании, вы получите, возможно, диплом и удостоверение о переквалификации, повышении квалификации. То есть тут вот у нас большой выбор документов, которые вы можете получить. Плюс у нас куча дипломных программ, включающих в себя JavaScript. Например, программа фронт-разработчика, либо программа веб-разработчика. Собственно, наш курс JavaScript уровень 1 стартует очень и очень скоро. Обратите внимание, два курса. Один есть по вечерам, это 15 июля. Будет проходить буквально через две недели. Второй курс стартует по субботам, целый день, целая суббота, три дня, три субботы. Мы будем изучать, но уже в формате прям полного дня, погружения просто неимоверное. С 27 июля состоится этот курс. Ну и если вам понравится на первом уровне данный курс, то у нас еще есть и второй уровень, на котором мы как раз-таки учимся работать дома. С HTML-кодом, как это все визуализировать, как это все круто отправить непосредственно в браузер. То, что мы смотрели на таблице, это нет, это не круто, это просто мы можем. А там конкретно уже работаем с CSS-ом, HTML-ем и делаем классные динамические вещи уже непосредственно из браузера. Собственно, на этом наш семинар подходит к концу. Если остались какие-то вопросы, то я с радостью на них, конечно же, отвечу. Есть какие-то вопросы по данному семинару? Да. Еще-таки хотелось от вас услышать, какую базу надо иметь на первом уровне, чтобы с какой базой надо быть? Изначально... Из какой базы на второй уровне? Так, ну смотрите, на второй уровне будет достаточно базы первого уровня и знания HTML-ем. HTML. Мы работаем с HTML-ем, да. А на первом уровне? На первом уровне знания HTML, оно в принципе у нас стоит обязательно в программе, но так, чтобы уж глобально мы не смотрим. Да. К нам приходят люди без опыта. Обязательно программа для посещения курса JavaScript является знание, хоть какое-то базовое знание HTML. Gmail. А вот тогда все-таки не вопрос. Мы сказали, что вы сейчас занимаетесь в трассе, как мы не проводим. Это вопрос не относится к данному семинару, можно рассмотреть его после. Еще какие-то вопросы? Так, дорогие мои вебинаристы, есть у вас вопросы? Ну что ж, раз вопросов больше нет, пожалуйста, приходите к нам на курсы, записывайтесь. Пока есть места, я очень рада, что все ясно. Всем всего хорошего, да, и хорошего выходного дня вам. До свидания.